Теперь пациентов, переболевших коронавирусом в больнице или дома, выписывают без повторного теста на COVID-19, если они лечились 7 дней или дольше. Если же меньше, придётся получить отрицательный результат теста. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провёл губернатор Дмитрий Азаров. Что касается контактных лиц, то теперь они могут не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, с 6 февраля, согласно приказу Минздрава Российской Федерации, листки нетрудоспособности для пациентов с симптомами ОРВИ можно будет оформить дистанционно. Для этого нужно обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру своей поликлиники. Сдавать ПЦР-тест в этой ситуации не требуется. На уровне нашего региона отработан регламент работы, который позволяет после принятия на единый номер 122 или регистратуры поликлиник звонка от пациента и отнесения его к лёгкому или средне-тяжёлому течению без осмотра, поставить диагноз ОРВИ и, соответственно, назначить лечение также с применением дистанционных технологий. После этого в течение трёх дней осуществляется с гадностью один раз в три дня обзвон пациента и при условии улучшения его состояния на седьмой день возможно также дистанционное закрытие рискальных госпособностей. При этом людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным и родителям заболевших детей в возрасте до 6 лет необходим очный осмотр. Врача нужно вызвать на дом. Сейчас коронавирусом болеют люди всех возрастов. Чаще всего это школьники 15-17 лет, а также учащиеся младших классов. Что касается взрослых, то это по-прежнему работники сферы услуг. Существенный рост заболевания среди учителей. Амбулаторное лечение на данный момент проходит почти 100 тысяч человек. В стационарах 4 тысячи пациентов с коронавирусом. Кратно растёт число обращений в контакт-центр. За неделю более 65 тысяч звонков. Отработать их помогают волонтёры-студенты. Хочу отметить, что волонтёры немедицинских университетов привлекаются к работам, не связанным с непосредственным контактом с больными коронавирусом. Как правило, такие студенты, то есть не медицинских специальностей, они работают в контакт-центре, заносят данные в информационную систему, либо занимаются развозом медикаментов. Волонтёром можно стать при возрасте старше 17 лет. Волонтёры работают в сутки не более 4 часов. Все волонтёры разбиты на 3 смены. Уровень вакцинации от COVID-19 в регионе не достиг планового. Сейчас привито 53% населения. Повторную процедуру прошли 44% жителей. За прошедшую неделю было привито чуть более 17 тысяч человек. Это почти вдвое меньше, чем на позапрошлой неделе. Работу по активизации темпов вакцинации Оперштаб поручил наладить в самое ближайшее время. Также члены штаба обсудили ограничения на проведение диспансеризации в отношении призывников региона. Их решили снять. 5,5 тысяч граждан призывного возраста смогут пройти медицинский осмотр в соответствии с графиком, который будет разработан Минздравом региона и военным комиссариатом. Максим Магомедов, Виктория Шарая. События.